Смотрите сегодня в программе Фанбокс День космонавтики на Южном Урале Танцевальный фестиваль Respect My Talent в Санкт-Петербурге Итоги мирового фрирайд-тура МТБ фристайл прямо в стенах торгового центра Кроме этого, очередные новости от нашей команды А также концептуальное видео-мяч Баскетбольный мяч, как средство самовыражения Итак, усаживайтесь поудобнее в эфире телеканала A1 Программа Фанбокс Друзья, всем привет! В эфире программа Фанбокс Программа о хороших людях и молодежной культуре 21 века Меня по-прежнему зовут Глеб Болела, ты уже По традиции, наш выпуск мы начинаем с новостей Прямо отсюда, из этой студии мы переносимся в МИАС Где наш старый друг Владимир А.К. КНАФ Отмечает вместе с лужниками и сноубордерами День космонавтики Да, совершенно верно, Глеб Бас мы находимся здесь На самой большой фигуре сейчас в России Запускаем парней В космос! Вот он, космос! В этом году российские сноубордеры Отмечали День космонавтики с особой ответственностью Стратосферу никто вроде бы не пересек, но были к этому близки На курорте Солнечная долина, что неподалеку от Челябинска В середине апреля прошла фото и видео сессия от журнала Доски На огромной фигуре, аналогов которой в России не припомнить целую неделю Лыжники и сноубордеры боролись с гравитацией Эта фигура давала три варианта развития событий Райдеры вылетали либо вправо или лево, вписываясь в приземление, которое с торца Либо же пуляли, строго прямо пролетая всю плоскую часть фигуры Одним словом, идеальные условия для качественной фото и видеосъемки Андрей Перумов Миа, Солнечная долина Андрей, расскажи, пожалуйста, что происходит Сейчас я хочу один кадр сделать, давай! Весна, уже снега совсем мало Тем не менее, вот такие фигуры нам специально подготовил курорт для Доски Макс Сэшн Вот это мультифигура, которая работает как пирамида в две стороны Еще вот два таких трамплина Мы ее вчера отсняли как пирамиду вправо И сегодня, я думаю, что вечером сейчас ждем, когда ветер прекратится Будем снимать ее как трамплин большой Конечно же, маленькая экшн-камера не сможет передать всю красоту трюков Которые были выполнены за неделю этих съемок Так что это, можно сказать, затравка перед жирным отчетом Который выйдет на страницах журнала Доски Макс Ну и не можем не отметить тот факт, что строители этой фигуры И организаторы, которые помогли все это устроить, просто красачики Ведь подобные мероприятия отличным образом сказываются на индустрии И очень круто, когда курорты подобным образом идут ей навстречу И в продолжении зимней темы в Швейцарии завершился очередной сезон мирового фрирайд-тура Вербье на легендарном склоне Бэк-де-Рос прошла финальная остановка мирового фрирайд-тура Легендарно это место в первую очередь тем, что для многих именно этот пик является олицетворением внетрассового катания Высота горы 3223 метра, перепад высот 600, а крутизна в некоторых местах достигает 60 градусов И именно тут из года в год проходит финал этих соревнований Постоянные зрители нашей программы с мировым фрирайд-туром знакомы уже давно Ну а для тех, кто впервые слышит о нем в трех словах, расскажем, что к чему Участники стартуют сверху Их задача преодолеть дикий склон как можно эффектнее, выбрав максимально сложную линию спуска А если еще во время выступления получится и продемонстрировать и фристайл-элементы, то есть трюки То шансы занять первое место возрастают Соревнования состоят из серии остановок в самых разных местах нашей планеты В этом году таких остановок было 5 И все они имеют общий рейтинг, по итогам которого и определяют лучшего в дисциплине лыжи и сноуборд Как у мужчин, так и у женщин Ну а мы следим за этим туром еще и потому, что на протяжении всей зимы в нем участвовал наш соотечественник Иван Малахов В итоге особых результатов он, не показав, занял десятую строчку мирового рейтинга Но если взять в виду тот факт, что российских спортсменов за всю историю этих соревнований можно перечислить по пальцам Десятая строчка весьма неплохо Ну а победителями в этом году у лыжников стал Лойк Бэттон, который уже брал золото в 2014 году А у сноубордеров Сэмми Любке, который впервые принял участие в этом туре 3 года назад На этом фанфары, бурные аплодисменты победителям и всем, кто принимал участие в этих соревнованиях Ждем старта нового сезона 2016-17, который начнется где-то в декабре этого года Ну а теперь мы переносимся в Санкт-Петербург, где прошел танцевальный фестиваль Респект Майт Телленд Танцоры со всей России приехали в культурную столицу, где под пристальным вниманием авторитетных судей разнесли танцпол в щеке Глядя на количество зрителей и участников, понимаешь, что хип-хоп жив и мало того, цветет по полной программе Продолжая объединять единомышленников по всей России Ежегодный танцевальный фестиваль Респект Майт Телленд проходит с 2009 года Из небольшого, можно сказать, междусобойчика он превратился в серьезное танцевальное событие с региональными отборами С судьями, которые приезжают с разных уголков земли, а главное, зрителями, которых становится больше с каждым днем Сегодня собралось полторы тысячи участников, порядка 80 городов России Сегодня есть участники из Южной Кореи, есть Эстония, есть Финляндия, есть Латвия Приехали участвовать в соревновании Оно у нас проходит целый уикенд, то есть это отборы, это пати, это финалы, это мастер-классы с самыми крутыми судьями со всего мира Поэтому такое вот большое танцевальное мероприятие Основная идея этого фестиваля – открывать новые таланты И для того, чтобы это делалось на высоком уровне, с квалифицированной оценкой, в качестве судей на соревнования приезжают именитые танцоры Именно они, благодаря своему опыту, могут оценить по достоинству каждого участника В танцах это вообще очень тонкий момент, потому как, в отличии, например, от футбола, где решают голы Судить танцоров можно только полагаясь на свое восприятие И, конечно же, для того, чтобы люди были согласны с судейством, эти люди должны быть очень авторитетными Баттл – это как собственное представление игр одного актера При этом он также является мини-дракой, когда ты идешь на все, чтобы быть лучше противника Это чувство и есть одна из частей хип-хопа И тут очень важно, чтобы танцор отделял соревновательную часть от своего личного перформанса Я больше всего обращаю внимание именно на это Это как рисование, музыка, пение, танцы – это тот путь, который выбирает человек для самовыражения Кто-то играет в театре на больших площадках, а кто-то танцует на улице в кругу друзей По сути, это одно и то же Фестиваль Respect My Talent охватывает танцы, которые принято называть хип-хопом и хаосом В общем-то, что вы видите сейчас на своих экранах На Санкт-Петербурге организаторы решили не останавливаться И уже этой осенью фестиваль планирует переехать в Москву Надеемся, что Златоглавая примет гостей должным образом И фестиваль станет еще масштабней и будет проходить в Москве уже на постоянной основе И в календаре российских танцоров еще на одну важную дату станет больше Первый раз, когда Respect My Talent поедет на гастроли в Москву Ожидаем, что это будет мощно, это будет громко И это будет еще одно крутое событие в нашей копилочке И мы продолжаем на этот раз Москва Один из торговых центров превратился в настоящий экстрим-парк Павел Алехин, а.к. Вишневый, вновь ворвался со своим фристайл-шоу Павел Алехин, звезда отечественного маунтин-пайк-спорта, не так давно начал двигать свое экстремальное шоу Все просто, есть грузовик, который приезжает в любое место, куда сможет добраться Внутри парк, который вписывается практически в любой ландшафт И есть ребята, которые готовы продемонстрировать, что можно делать с велосипедом, находясь в воздухе Сегодня мы в торговом центре Спортекс и делаем чумовое шоу, которое называется фристайл-шоу В этот раз мы решили добавить, так сказать, перчинки к уникальности к нашему мероприятию И в этот раз мы проводим первое в этом сезонное соревнование по маунтин-байку в сцеплении фристайл Вот, делаем это в формате приглашения, то есть не каждый изъявивший желание сюда райдер может приехать и принять участие Получился такой цирк на выезде, приехал куда угодно, разложил парк и гаси без оглядки Такая практика дает возможность взглянуть на спорт по-другому, а главное для того, чтобы увидеть трюки от профессионалов своего дела Вам не надо никуда ехать, парни сами вас найдут А главное, что все это может развиваться как в плане парка, так и в плане самого шоу И кто знает, может уже через лет пять все это превратится в российский аналог реактивных клоунов или мастерс офтерт В общем, желаем ребятам процветания, ну и главное, чтобы без травм Ну а прямо сейчас молниеносно и беспощадно в нашу студию врывается тим-менеджер команды Горилла Энерджи А по совместительству динозавр отечественного BMX движения Федор Забалуев Он продолжает следить за всем, что происходит в плотных рядах нашей команды Ну а кто, если не он? Привет, друзья! Как всегда, в этой части программы мы продолжаем делиться с новостями, связанные с нашей командой И начнем мы сегодня с нового Эдита Андрея Ануфрева, который он привез нам из Швейцарии, зимнего курорта Ла Акса Ну что тут можно сказать? Андрей, как всегда, очень крут Тут есть и джибы, и огромные эйры, и все это помножено на его максимальные стайлы 235 километров трасс, 4 сноупарка, крупнейший в Европе халфпайп и тонна других опций Все это лакс Один из самых популярных курортов Европы, и в этом раю побывал Андрей Ануфрев За последние пару лет этот райдер сильно преуспел и значительно расширил набор своих трюков Еще несколько лет назад его можно было увидеть в основном на трамплинах Огромные пролеты, флипы, корки и гребы были основой его катания Но теперь мы видим другую картину Андрей с такой же четкостью гасит на перилах и боксах, превратившись в мультистильного райдера Мы больше чем уверены, что еще пара лет и о нем заговорят не только в России В общем, обязательно советую посмотреть это шикарнейшее по кадрам и трюкам видео А сейчас мы переносимся в Русскую Калифорнию В Сочи на майских праздниках состоялся очередной этап Формулы-1 И именно в его рамках прошли уже третьи по счету соревнования с говорящим названием XSA Inventational По сути, этот контест стал открытием экстремального велосезона 2016 Как всегда, лучшие райдеры России собрались здесь, чтобы сразиться за восхождение на подиум В этот раз бесспорно лучшим райдером в дисциплине BMX Park Стал всеобщий любимец нашей команды Александр Никулин и Кей Кучер С чем мы его и поздравляем Александра Никулина по праву можно назвать сильнейшим парковым райдером России И доказывал он это уже не раз Этой весной на самых крупных соревнованиях по BMX, проходящих на территории нашей страны Александр Никулин вновь не оставил шансов ближайшим соперникам Его финальная попытка включила в себя очень серьезные трюки А легкость, с которой он их выполнил, в очередной раз привела судей и зрителей в восторг В следующем выпуске нашей программы мы расскажем подробнее об этих соревнованиях Ну а пока еще раз поздравляем Александра Никулина с победой Ну что ж, друзья, на сегодня это все новости Программа Фанбокс продолжается До скорых встреч Ну что, мы на финишной прямой И наш финальный сюжет о тех людях, которые максимально преданы своему делу В общем, сейчас сами все поймете Илону Косле зрители нашей программы знают прекрасно Кому-то она, наверное, даже успела надоесть Ведь именно эта девушка уже на протяжении двух лет крутит мячик в наших заставках Так вот, недавно в свет вышел целый фильм, посвященный баскетбольному фристайлу Который получил простое и очень лаконичное название «Мяч» Баскетбол, стритбол, фристайл Все это в итоге сводится к одному единственному понятию С того, с чего все начинается Это мяч Рассказывать о своем фильме очень сложно Потому что сразу навеивается очень много разных идей Но если прям очень сократить все и в двух словах То фильмы о том, что есть мяч И это то, с чего все началось И это то, что будет в процессе со мной всю жизнь С каждым человеком, который находится в этой культуре С каждым, кто играет Кто просто любит там постучать, побросать в кольцо И это то, чем все закончится Мяч будет с тобой до конца Взаимодействие человека и вот этого круглого шарика Вот основной посыл видео Илона рассказывает свою историю И то, как она видит этот вид активности в нашей стране Фристайл в России это не модно Первые шаги нереальны Если это скейтбординг, то ты едешь Если это паркур, ты перепрыгиваешь скамейку Если это фристайл, ты как придурок держишь мяч в руках И не можешь сделать ничего Мне кажется, что последние годы сам стритбол подутих в нашей стране И несмотря на то, что соревнований становится все больше Такое чувство, что участников не становится больше Что касается фристайла Все как развивалось, очень слабо и вяло Так и продолжает развиваться Возможно, потому что у нас какая-то неправильная идеология Во всем этом В общем, советуем обязательно заценить этот фильм Всем тем, кто неравнодушен к мячам А также тем, кому просто интересно врубиться Что такое баскетбольный фристайл Видео уже доступно в сети Берите свой мяч, свою доску Свой велосипед Или что угодно С помощью чего вы могли самовыражаться И продолжайте делать это И однажды вам обязательно повезет И случится что-то крутое За что вы будете благодарны себе Ну что, тут уж ничего и не добавить И на этом разрешите раскланяться Это был очередной выпуск программы Фанбокс Спасибо, что были с нами Еще увидимся К-к-к-к-к-канди-поис Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok